Всем привет! Хочу поделиться очень классным рецептом теста на кипятке. Здесь у меня уже есть 4 столовые ложки муки, 4 столовые ложки масла растительного. Так как пирожки у меня будут сладкие, с творогом я делаю тесто сладким, более-менее не соленым. Поэтому добавила щепотку соли и 2 столовые ложки сахара. Все, пока мы больше ничего не добавляем, ждем пока вскипит кипяток. Все это просто перемешали. Если хотите делать тесто меньше, делайте 2 ложки столовой муки, 2 столовые ложки масла, можно 3. В общем, мне просто нужно тесто побольше, поэтому я побольше и делаю. Залила 1,5 стакана кипятка, если меньше делайте, то стакан. И все быстренько венчиком перемешаю. Вот такая должна получиться масса. Вот такая. И теперь ждем, пока она остынет и покажу, что дальше. Все у меня остыло. Я добавила еще стакан теплой воды. И столовую ложку у меня быстрые дрожжи. Сейчас подожду, пока они разойдутся. И буду просто добавлять муку и вымешивать тесто. Тесто не должно быть тугое, оно должно быть мягкое и даже слегка оставаться таким, знаете, липучим. Ничего страшного, оно когда подойдет, оно станет лучше. И уже работать с ним будет удобней. Но ни в коем случае не делать тесто тугим, не забивать его мукой. Такое тесто получилось. Если дальше его месить, оно все-таки еще будет прилипать к рукам. Но это потому, что оно еще теплое. Когда оно будет подходить, подниматься, потом оно будет более пластичное. Видите, оно совсем не тугое, такое, знаете. Сейчас я поставлю его подниматься. Если дома недостаточно тепло, можно включить мультиварку на подогрев. Если там ничего внутренне нет, сверху поставить, и оно будет подниматься. Если тепло, то так поднимется хорошо. Или возле батареи, если зима. Смотрите, как хорошо поднялось тесто. И сейчас мы из него будем делать пироги с творогом. Здесь у меня уже готова начинка. Это домашний творожок, 2 яйца. Сахар, щепотка соли и ванилин. Вот эти вот черные вкрапления, даже их не видно, практически мелкие. Это вот как раз-таки натуральная ваниль. В ванильном сахаре доктор Откер, если правильно я произношу. Который мне очень нравится. Готов наш пирог. Тесто получается сверху хрустящим, а внутри очень мягким, нежным. Просто воздушным. Всегда отлично поднимается. И даже лучше всего подходит для жарки, для фритюра, для пончиков, для пирожков, для сосисок в тесте. Попробуйте, вам обязательно понравится это тесто.